Всем привет! Сегодня я пришла к вам с новиночками от дизайнеров. Я хотела почаще вам рассказывать о новинках именно от свободных дизайнеров, потому что их выходит большое количество и, конечно же, показать их все в одном видео просто нереально. Но у меня и нет такой задачи. Я выбираю то, что мне наиболее всего понравилось, либо чем-то заинтересовало, что-то мне показалось в этом дизайне вот именно таким цепляющим, интересным, чем хочется с вами поделиться. Но, тем не менее, у меня получилось, что где-то за три месяца, наверное, я просматривала новинки. Конечно же, я не могу следить за всеми дизайнерами, поэтому какие-то новые дизайнеры попадают в мое поле зрения, какие-то наверняка еще не попали даже. Но я стараюсь как бы так максимально много, сколько могу просмотреть, чтобы выбрать для вас самое, ну, с моей точки зрения, естественно, интересное. То есть, разумеется, есть такие дизайны, которые, допустим, многим бы понравились, а меня по какой-то причине не привлекли, не зацепили. То есть я делюсь с вами именно своим выбором дизайнерских схем. И начать я сегодня хочу со схемы от Анны Петуновой. Это такие вот чудесные ключики. Схема так и называется, ключики. Все эти ключи продаются по отдельности. Каждую схему можно купить отдельно. Это ключики Март, ключики Апрель и ключики Май. Очень нежные такие разработки. Мне они показались интересными и красивыми. И действительно, Март такой еще. Здесь, в общем-то, сосульки. Только-только начинает выглядывать солнышко. Котик такой немножко взъерошенный и птичка симпатичная здесь. Апрель это подснежники. Это уже более такая теплая погода, хотя здесь тоже снег еще присутствует. Но и май это прям уже чудесная такая пара, цветение и скоро лето ожидается. Схемы здесь почти одинаковые. Чуть-чуть по размеру я имею в виду, чуть-чуть они отличаются. То есть вот первый ключик 47 на 82 крестика, а два других 49 на 80 крестиков. И количество цветов здесь используется разное. 22 цвета в первом, 17 во втором и 20 цветов в третьем. Ну вот мне кажется, что эти ключи именно здорово смотрятся все вместе. Но если вам, допустим, продлинулся какой-то отдельный ключик, то схемы продаются, как я уже сказала, отдельно. 200 рублей стоимость каждой схемы. И здесь используются в работе крест, полукрест, бэк и французские узелки. Ну, в первой работе французских узелков, я так думаю, немного. Это только, наверное, в глазах птички, может быть, кота. А вот здесь побольше. Здесь снежинки и вот здесь тоже в цветочке используются французские узелки. Но в целом, я думаю, вышивки довольно-таки должны быть такими легкими, на мой взгляд. Следующий дизайн, который я хочу вам показать, это дизайн от Катерины Бесперстовой. Красивая очень разработка. Называется она Дом Зингера, Питер. Мне очень нравится. У Екатерины есть какая-то еще разработка, сейчас не вспомню, но вот в таком же стиле. То есть они две парные, будут, конечно же, замечательно смотреться. И вот этот сюжет тоже смотрится очень здорово. Этот дизайн достаточно большой, 220 на 155 крестиков. 39 цветов используются в работе, 13 блендов. И здесь есть крест, полукрест и бэк. Крестом вышивается, насколько я вижу, здание полукрестом небо. Но даже вот в зданиях окошки они тоже вышиваются вроде бы полукрестом, либо там используется и то, и другое. Конечно же, здесь большое количество бэка. Очень много. Так что если вы не являетесь любителем, или хотя бы не относитесь к нему как-то так снисходительно и спокойно, то, наверное, не стоит браться за эту работу. Потому что его, да, довольно-таки много. Стоимость этой схемы 400 рублей. Следующая схема мне показалась очень симпатичной. Это схема от Милый Вождь. Называется она Перу. И она входит в серию страны. Так что если, в принципе, вам такой стиль интересен, то вы можете посмотреть у Милы еще какие варианты есть. Но вот мне почему-то, на самом деле, вот из всех, наверное, стран, почему-то вот это понравилось больше всего. Может быть, потому что здесь такая вот лама. Это же лама, наверное. Забавная такая она, интересная. Вот, и, ну, не знаю, то есть вот по сочетанию всех элементов этот сюжет мне оказался очень интересным. Я решила вам его показать. То есть я вроде бы как, ну, не вижу для себя, может быть, смысла вышивать Перу, но мне понравился и стиль вот этого дизайна. И почему-то вот именно эта страна привлекла мое внимание. Размер работы 149 на 100 крестиков. Здесь используется 27 цветов плюс 3 бленда. Крест, полукрест, бэк, французские узелки. Все это есть в этой работе. Хотя, вот так, на первый взгляд, даже французских узелков я и не вижу. Скорее всего, их немного, я думаю. Может быть, где-нибудь в шапке используются, допустим. Ну, вот как-то, мне кажется, так. 290 рублей стоимость этой схемы. И вот такая вот она интересная, как мне кажется. Следующая схемка очень милая от Полины Тарусовой. Сова-кокетка. Она меня очаровала. Она такая хорошенькая. В чудесном веночке из цветов. Ну, вот не знаю, очень она мне уж понравилась. Размер у этой совушки 117 на 98 крестиков. 35 цветов используется в работе. 2 бленда. 300 рублей стоимостью этой схемы. Такая вот она прелестная. Ну, так много цветов здесь используется, конечно, за счет того, что здесь цветы. Причем цветы вот подсолнухи, да, желтые, красные. Вроде как это маки, да, не буду утверждать, но похоже. И, конечно же, когда вышиваются цветы, всегда используется большое количество оттенков. Ну, а совушка сама такая вот серенькая, миленькая, очаровательная. Следующий дизайн от Екатерины Мешковой. Называется он «Деревенский мастер игрушек». Вообще у Екатерины тоже этот сюжет не первый в этой серии. То есть вот с этими зайчиками очень много уже, ну, не буду говорить, что прям очень много, но тоже, скажем так, есть уже серия у Екатерины. Есть различные дизайны в различных ситуациях. Вот эти зайчики, семья где-то изображены. И вот это, можно сказать, что продолжение. Здесь они стоят перед витриной с игрушками. Как видите, очень много разных игрушек. Большое количество. Все они очень так отчетливо читаются. То есть работа действительно будет непростая. Я наблюдала за некоторыми отшивами, да, когда девочки вышивали подобные сюжеты от Екатерины Мешковой. Да, это всегда, ну, как бы непросто. Но результат получается замечательный. Замечательные работы, замечательные сюжеты. И они очень теплые, уютные. Такие детские, конечно, но при этом, мне кажется, и взрослому человеку на них тоже очень-очень интересно смотреть. Вот видите, как много всего в витрине. Каждая игрушка обводится бэкстичем. Причем так, ну, прям много, много его, этого бэка. И на самих зайчиках тоже очень много бэка. Посмотрите, какие у них наряды интересные. Тут еще зайчишка такой в коляске. Коляска сама тут невообразимое тоже количество бэкстича на коляске. Ну, то есть работа здесь будет, безусловно, не скучной. И, как вы видите, здесь много, очень много цветов используется. Вообще, размер этой разработки 139 на 200 крестиков. И в работе используется, только не пугайтесь, 102 цвета. Но это и понятно, наверное, можно понять, потому что здесь действительно очень много различных оттенков. И, ну, хотя, не знаю, 102, конечно, это прям так внушительно звучит. Здесь используется крестик, бэкстич, французские узелки, 3 четверть крестики и петиты. Полукреста здесь нет. То есть вот, когда я увеличиваю, я тоже обратила внимание на то, что даже фон весь вышивается крестом. Полукреста здесь нет. Бэка, как я уже сказала, огромное количество. Вот, три четверть крестики. Но я думаю, что, может быть, так их сходу не везде разглядишь. Я уверена, что они есть в глазах. Здесь даже можно, в принципе, увидеть. Французские узелки. Снег, насколько я вижу, вышивается крестиком. А французские узелки я вижу, что есть в глазах у зайчиков. Есть, допустим, здесь медвежонка, тоже французские узелки. Также есть на одежде, вот, например, у дамы. Тоже здесь, как я понимаю, используются французские узелки. Ну, то есть французских узелков не так, чтобы сильно много, но они есть. Три четверть крестики тоже не в каком-то огромном количестве, но тоже они есть. То есть к этому нужно быть готовым. Конечно, дизайн потрясающий, но я думаю, что не каждый решится на этот процесс. Стоимость схемы 500 рублей. И дальше я хочу вам показать еще один сюжет, над которым сейчас работает Екатерина Мешкова. Это оригинал, то есть с которого будет разрабатываться, ну, уже разрабатывается схема. И вот, что есть на данный момент. Здесь, конечно, не так много, но мне уже очень понравилось то, что получается. И я решила вам показать. То есть посмотрите, какой шикарный букет. Опять же, здесь, конечно же, огромное количество бэка. И вообще эти разработки, наверное, только для любителей бэкстича подходят, потому что его, правда, ну, очень много. Я не знаю, насколько он счетный или нет. Насколько вижу, вроде бы, по большей части счетный. Но, возможно, что не везде. Поэтому здесь, конечно, нужно быть готовым к этому количеству бэка. Ну, и посмотрите, какая здесь уже кошечка появилась. Она такая очаровательная. Тоже, конечно, на ней и бэка много. И цветов здесь, я полагаю, в этой работе будет использоваться много. Но будет очень красиво, как мне кажется. И, конечно же, это, ну, сам сюжет. То есть, представляете, да, вот сейчас показала вам только букет и кошечку, можно сказать. Да, и камин частично, еще само пианино будет. Будет что-то потрясающее. Этот дизайн будет очень большой. То есть, это 300 на 225 крестиков. Называется он Sonata. Больше по нему пока данных никаких нет, естественно, потому что он еще в процессе, в работе. И по предзаказу стоимость этой схемы 400 рублей. То есть, если вы хотите эту схему, ну, уже, да, определились, что хотите, то сейчас самое время, в общем-то, ее заказать. Потом, я не знаю, сколько она будет стоить, но я думаю, что не меньше, чем рублей 600. Ну, а так, конечно, потрясающие разработки у Екатерины. Следующий сюжет от Натальи Ореховой. Он тоже еще немного не завершен. Очень мне понравился. Наталья вроде бы давно уже над ним работает. И сейчас она обещает, что вот буквально скоро-скоро она закончит эту разработку. Поэтому пока, опять же, вам характеристики не скажу. Нет, ну, я не нашла, да, чтобы они были указаны. Называется схема жителей леса. И стоимость ее по предзаказу 380 рублей. Вот мне кажется, очень тоже такая красивая, интересная разработка. Вот мне прям понравилась, зацепила. Я бы даже, может быть, ее вышила. Но пока все-таки приобретать не буду. Но красиво. Следующий дизайн. Это уже такая небольшая разработка от Золотовой Юлии. Называется Сова Ежевика. Размер у нее 93 на 100 крестиков. 20 цветов плюс 5 блендов. Ну, сюда она, видимо, попала, потому что Сова, потому что симпатичная. Мне, в общем-то, не все совы, надо сказать, нравятся. Я, конечно, люблю этих интересных птиц. Мне они в целом симпатичны. Но я не могу сказать, что в дизайнах они мне абсолютно везде нравятся. Это далеко не так. Вот это мне понравилось. И интересно, что сама разработка вроде бы как такая небольшая, довольно-таки. Но Сова, она здесь как бы не очень мультяшная все-таки. То есть вот эта, она как-то больше реалистичная. Ежевика здесь тоже очень интересная. Так, размер я вам сказала. Здесь используется крестик, немного используется, 3 четверть крестиков. Бэк. Бэк в основном счетный, немного дробного на ежевике. Так. Ну, я не знаю, где здесь используются 3 четверти крестики. Может быть, где-то на ежевике. Может быть, в глазах у Савы. Бэка здесь тоже, конечно же, довольно-таки много. Большое количество. Ну, такая вот симпатичная, с моей точки зрения, Солушка. И еще один дизайн от Золотовой Юлии, который мне почему-то очень понравился. Ну, просто забавный. Он такой милый, забавный. И он есть в двух вариантах. Называется он Братцы-Кролики. Размер этого дизайна 97 на 62 крестика. Первый, вот этот верхний вариант, это 12 цветов плюс бленды. Во втором варианте 33 цвета плюс бленды. Вышивается здесь все в основном крестиком. Три четверть крестики есть на глазах. Бэк стич, естественно. Ну, и немножко полукрест вот здесь внизу тени. Я думаю, что вышиваются эти зайчики очень легко. И в том, и в другом варианте. Мне больше нравится первый вот этот вариант. Второй вот этот красочный вариант называется у Юлии Пасхальным. Ну, вот мне как-то больше вот эти зайчики нравятся. Такие они забавные, такие они потешные. Даже бы я, может быть, их и вышила. Ну, вот куда применить, опять же, вопрос. А так, очень симпатичная. Стоимость 230 рублей. Я, правда, не поняла стоимость одного варианта, наверное. Или двух. Вот здесь я вам не скажу. Следующий дизайн, наверное, странный для меня выбор. Потому что вот кошкам таких пород, вот сфинксы и им подобные, ну, не вызывают у меня такого, наверное, тепла, как вот обычные меховые кошачьи создания. Но иногда они бывают очень интересными. И вот здесь тоже очень такая интересная разработка с такой вот кошкой. Причем я еще прочитала. Это дизайн Саитовой Екатерины. И я вот у Екатерины прочитала, что у нее живет вот такая кошка. Она очень любит сидеть на окне, смотреть в окно. И Екатерина часто на нее набрасывает плед. Ну, потому что вы понимаете, что таким кошкам зачастую, наверное, бывает прохладно. И вот она с удовольствием как бы принимает этот плед, сидит в пледе и смотрит в окошко. И вот есть у Екатерины фотография, то есть это не один в один, как здесь изображено, но которое взято за основу. И она обратилась к Анне Петуновой, попросив нарисовать иллюстрацию. Анна нарисовала именно по фотографии иллюстрацию. То есть здесь уже есть что-то додуманное, там плед немножко другой. Здесь чашка с чаем или кофе, на которой изображена мышка. На фотографии тоже не было. Ну, то есть, естественно, здесь уже такая вот идет авторская доработка. И уже по этой иллюстрации разработана, в общем-то, схема. То есть вот такая вот история у этой схемы мне. И история понравилась, и сам дизайн мне тоже показался интересным. То есть кошка здесь, вот именно такая кошка, она смотрится очень здорово. И, ну не знаю, вот прям симпатичной мне она показалась. Называется схема Алиф, просто потому, что именно так зовут питомца Саитовой Екатерины. 36 цветов здесь используются в работе. Размер схемы 127 на 200 крестиков. Здесь используется и крест, и полукрест, и аппетиты в глазах. Есть бэкстич и французские узелки. Стоимость схемы 300 рублей. Французские узелки, ну я так вот вижу только на глазах. И вот здесь вот на мордочке, наверное. Да, глазки вышиты пяти там, видите, да, крестики такие вот тут маленькие. Ну а так кошка, плед, вот эта вот шторка, они вышиваются крестом. А вот эта часть, которая справа, она вышивается почти что полукрестом. Кружка-подоконник тоже крестом. Бэка тут тоже хватает. Следующий сюжет от Загородской Ирины. Называется он «Зимний венок». Привлек меня как-то этот венок. Хотя, в общем-то, вроде сейчас и не сезон. И к венкам я так очень избирательно отношусь. Мне редко нравятся венки. Но вот этот мне показался очень симпатичным. Очень хорошенькие здесь птички. Ну и снегири, да, по всей видимости. Пуансетии, ягодки, как-то все это в комплексе мне показалось весьма привлекательным. Решила я вам показать. Может быть, кто-то захочет вышить такой дизайн к Новому году. Еще и времени достаточно. Размер у этой разработки 182 на 198 крестиков. 55 цветов плюс 5 блендов используются в работе. Есть ключ в палитре DMC и в палитре PNK. Так что, кто вышивает ниточками PNK, я думаю, это большой плюс будет для них. Здесь используются крест, полукрест, бэк и французские узелки. Ну, я даже вот полукресток тоже сходу не вижу особо. Ну, написано, что используется. Бэка здесь много. Бэк тут разноцветный. Видно, что в листиках как минимум 2. Оттенка бэкстича на птичках тоже как минимум 2. Вот здесь на веточках тоже разноцветный бэкстич используется. Так что бэка тут довольно-таки много. При этом он еще и разный по цвету. Стоимость этого дизайна 450 рублей. Следующая работа это дизайн Анастасии Мошкиной. Птичка. Очень хорошенькая птичка. Вот привлекла она мое внимание. Такая какая-то реалистичная. Немножко акварельная вроде бы. Не знаю, в общем понравилась мне птичка. Я решила вам ее показать. Называется этот дизайн Радости Весны. 51 цвет плюс бленды используются в работе. Крест, полукрест, бэк. Немножко 3 четверть крестиков. И французский узелок, который кажется один. А вот бэка здесь много. Я так полагаю, что он помимо того, что тоже это разные цвета используются для бэкстича, он еще и вышивается в разное количество сложений. По всей вероятности в одно и две нити, я так думаю. Ну, смотрите какая красивая птичка. Хорошенькая. И еще одна разработка вот Анастасии Мошкиной привлекла мое внимание. Я прям когда ее видела, мне прям так вот вау. Вырвалось, можно сказать. Потому что, ну, какой-то вот совершенно шикарный пион. Называется дизайн Яркий пион. Размер этого дизайна 150 на 200 крестиков. Он просто невероятный. Здесь, конечно, тоже огромное количество бэка. Ну, вы видите, да, сколько его. Также, я полагаю, что это вот разное количество сложений. В основном, правда, насколько я понимаю, он вышивается, ну, большая часть одним цветом. И немного тут вот есть серым. Ну, как немного, меньше. Как-то так. Очень красивый дизайн. Очень красивая разработка. Прямо она привлекла мое внимание моментально. Стоимость этого дизайна 450 рублей. Следующий сюжет. Это небольшой сюжет от Аверины Елены. Белка. 100 на 80 крестиков. 21 цвет плюс 13 блендов. Крест, полукрест и бэкстич. Стоимость этого дизайна 250 рублей. Хорошенькая белочка. Вот, мне кажется, здорово. Ее даже можно вышить и на одежде, наверное, где-нибудь. Или на сумке она будет здорово смотреться. Она не слишком большая, не слишком уж такая, ну, трудоемкая, как мне кажется. Хотя, конечно, для такой малышки 21 цвет плюс 13 блендов это не сказать, что прям совсем будет легко вышивать. Но, тем не менее, такая вот милашка, мне кажется, где-нибудь на сумке или на одежде будет смотреться здорово. Дальше еще один дизайн от Анны Петуновой. Называется он в городе Осень. Размер у этого дизайна 195 на 126 крестиков. И, честно говоря, я размышляла, как бы включать ли вот этот дизайн в мою сегодняшнюю подборку или нет. Потому что у меня какие-то немножко противоречивые чувства от него. С одной стороны, мне очень нравится. Мне нравится цветовая палитра, я люблю осенние краски. И поэтому этот дизайн тоже привлек мое внимание. Мне очень нравится вот эта такая странная идея, да, вместо деревьев здесь листья. То есть большие листья от различных деревьев, да. То есть, может быть, даже на первый взгляд, как-то на это не обращаешь внимания. Но, в общем-то, это достаточно хорошо заметно, что это именно не просто деревья, да, а листья такие. И эта тоже идея мне показалась очень интересной. Сами домики симпатичные тоже понравились. Здесь такой вот книжный магазин, цветочный магазин, какая-то кофейня. Всё это здорово. Мне здесь немножко, наверное, не хватает неба. То есть, вот за счёт того, что как-то вот одно такое одинокое облако висит в воздухе, и нет никакого больше неба, то есть пустота, вот за счёт этого, наверное, у меня какое-то противоречие возникает. То есть, вроде бы, всё остальное мне нравится, но вот неба не хватает. Хотя, может быть, оно здесь и не так необходимо, если выбрать основу соответствующего цвета. Но даже здесь, в принципе, она не белая, она какая-то такая серенькая, да. Может быть, если взять голубую или что-нибудь такое винтажно-голубое, то будет немножко по-другому смотреться. Но, в общем, вот решила в итоге я вам показать этот дизайн, потому что, с моей точки зрения, он заслуживает внимания. И там уже вам решать, вышивать, не вышивать, и если вышивать, делать что-то с небом или нет. Может быть, вы скажете, что и так всё вполне здорово. Здесь, конечно же, тоже много бэка, и тоже, по-моему, в разное количество сложений. То есть, ну, в общем, как-то сегодня большинство схем, которые я вам показываю, они просто с обилием бэкстича огромным. Зонтик тут такой вот открытый лежит на лавочке. Ну, вообще, дизайн очень симпатичный и интересный. Так, размер я вам его сказала. 195 на 126 крестиков. 24 цвета плюс 2 бленда используются в работе. Крест, полукрест. Бэк здесь исключительно счетный. Это, конечно, плюс. И французские узелки. 450 рублей стоимость этой схемы. Следующий дизайн – это разработка Валентины Светловой. Называется «Летний букет». Я поняла, что, во-первых, в последнее время меня больше тянет на цветы. А, во-вторых, что чаще меня тянет на цветы вот именно такие. Вот такие летние букеты с полевыми цветочками. То есть, что-то такое немножко растрепанное может быть. И вот этот букетик тоже привлек мое внимание. 166 на 233 крестика у него размер. Используется в работе 44 цвета плюс 16 блендов. То есть, ну, тоже, в общем-то, дизайн не такой простой. Крест, полукрест, бэк, счетный бэк, как написано. И французские узелки. То, что бэк счетный – это, конечно же, большой-большой плюс. Французские узелки, ну да, здесь видно вот в цветочках кое-где есть. Хорошенький такой симпатичный букетик. Очень нежный, очень приятный. Мне понравился. Стоимость этой схемы 400 рублей. Далее дизайн от Ирины Нискордеевой. Многие ее знают как ежиха-рукодельница. Это Хогвартс. Это просто то, что меня прям восхитило тоже с первого взгляда. Я увидела этот дизайн впервые в Инстаграме. И он просто поразил меня. Мне кажется, такая специфическая разработка. И, наверное, даже те потроманы, которые прям любят Гарри Поттера, там всю эту серию книг, фильмов и так далее, может быть, даже не всем понравится, потому что, ну, она такая специфичная, специфичная, хотя очень интересная, но вот прям классная, нравится мне. Вот мне она нравится даже вне зависимости от того, что это Хогвартс или не Хогвартс. Ну, я не являюсь прям таким поклонником фильмов о Гарри Поттере. Они мне нравятся. Очень такая хорошая история, с моей точки зрения. Вот. Ну, как бы фанатом я не являюсь, но при этом этот сюжет мне очень нравится. И даже если бы там не было написано Хогвартс, а было написано что-то другое, то тоже было бы интересно, с моей точки зрения. Так что впечатлил он меня. Размер у этого дизайна 250 на 254 крестика. 20 цветов используется в работе, плюс 3 бленда. То есть, в общем-то, не такое большое количество цветов здесь в работе используется. Крест, полукрест, бэк, французские узелки. И стоимость, как указано у Ирины, стоимость 500 рублей до первого отшива. То есть, эта схема появилась недавно. Я не знаю, вышивает ее кто-то в данный момент или нет, но пока нет готового отшива. Стоимость схемы 500 рублей. После того, как он появится, я так понимаю, цена возрастет. Здесь, опять же, огромное количество бэка. Даже стоит посмотреть на окна, и как здесь весь рисунок, он весь обведен бэком. То есть, конечно, здесь тоже не расслабишься в этом смысле, но получается здорово. При этом здесь много полукреста. То есть, довольно-таки много, и даже не все зашивается. Вот здесь, смотрите, да, есть такие незашитые участки немного. Так что, чуть-чуть есть где передохнуть, вышить по-быстренькому полукреста, где-то даже и не вышить. Но вот в этой части, в самом здании, конечно, здесь не расслабишься. Ну, при этом количество цветов такое умеренное, как мне кажется. Так что, даже хотелось бы, наверное, вышить. Ну, вот совершенно-совершенно не знаю. У меня, конечно, племянница является фанатом Гарри Поттера. Вот я не уверена, что именно такой дизайн ей понравится. Вот такой интересный сюжет. Далее, сюжет от Инны Байденко «Кошка с метлой». Почему-то у Инны мне нравятся какие-то такие мистические дизайны, мистические разработки. Хотя у нее много, на самом деле, других. Причем много именно таких вот отрисованных схем. Ну, вот как-то меня вот эта кошка привлекла. Такая она красавица. Кошка или кот. Луна там на заднем плане. Ночь. Метла. Все здесь не просто так. 240 на 396 крестиков. 53 цвета используются в работе, включая бленды. Вышивается все крестом. 450 рублей стоимость этой схемы. Интересная такая красивая разработка. Следующий сюжет – это дизайн Ольги Ланкевич. Называется он «Набережная Амстердама». Тоже, как только я увидела, сразу она привлекла мое внимание. Интересная такая разработка. Такая немножко недосказанность есть в ней. И это очень здорово, это очень интересно. 142 на 143 крестика размер. 32 цвета используются в работе, плюс бленды. Крестик здесь вышивается в одну и две нити. Есть полукрест, есть 3 четверть крестики немного написано. Ну и бэкстич. Стоимость дизайна 400 рублей. Давайте посмотрим поближе. Ну вот крестики в одну ниточку хорошо видны здесь, да, где они есть. Это в деревьях, видимо, для создания объема. А вот где используются 3 четверть крестики, я не знаю. Возможно, где-то вот здесь вот в лодках. Такая вот неполная зашивка привлек прямо мое внимание этот сюжет. Здорово, как мне кажется, смотрится. Следующий сюжет – это дизайнер Ульчицкая Анна. Очень понравился он мне своими красками. Наверное, так в целом это не совсем может быть мой сюжет. По ощущениям я редко выбираю такие сюжеты, когда просто чисто пейзаж, когда нет каких-то объектов, ну там условно домики, либо может быть какие-то животные. Мне обычно в таких пейзажах чего-то не хватает, ну чаще всего. А вот здесь мне всего хватает. То есть он по цветовой гамме очень красивый, потрясающий. И вот как-то все в нем гармонично. Вот кажется, что ты вот придешь туда, посмотришь на это все, будет у тебя все хорошо. Такая вот какая-то у меня мысль, глядя на этот дизайн. 146 на 199 крестиков. 43 цвета, включая бленды, используются в работе. Крест, полукрест и счетный бэк. Ну, полукрест, насколько я понимаю, используется в небе. Тут кажется даже немножечко не дошито. А может быть здесь просто полукрест в одну ниточку. Так, и все остальное вышивается крестом. Бэк здесь есть. Он и на елках вот подчеркивает какие-то линии. Он здесь и в траве на цветочках используется. И вот этот вот момент, то есть вот этот сам холм или гора, тоже подчеркнут бэкстичем. То есть по его контуру так вот немножко в виде травы идет бэк. Такой вот интересный дизайн. Следующий дизайн от Лены Эллис. Это новый для меня дизайнер. Раньше я как-то о ней не слышала. У нее, в принципе, весьма такие чудесные есть разработки. И вот этот сюжет называется «Акварельный домик». 170 на 170 крестиков. Такой он хорошенький. Мне понравился. Очень симпатичный. 46 цветов плюс 2 бленда из них используются в работе. Смотрите, какой домик. Крест, полукрест и счетный бэкстич. Стоимость этой схемы 450 рублей. А, по-моему, я вам не сказала про вот эту. 420 рублей стоит вот эта схема от Анны Ульчицкой. А этот домик 450. Ну вот, не знаю. Домики... Я люблю домики, но мне тоже далеко не все домики нравятся. А вот этот очень такой интересный. Немножко какой-то необычный. И еще один сюжет также от Лены Эллис. Это вот такой фонарик. Называется «Фонарик. Время вдохновения». Тоже мне он понравился. Красивый фонарик. 133 на 192 крестика. Здесь 59 цветов, включая бленды. Крест, полукрест. Три четверть крестики здесь есть. И бэк. Стоимость схемы 450 рублей. Сейчас, конечно, много различных фонариков. И у каких-то фирм тоже частенько встречаются разработки с фонариками. И у дизайнеров тоже. Но другие фонарики мне тоже нравятся. Я почему-то их не вышиваю. Я и этот тоже не планирую вышивать. Но как бы не могу не отметить, насколько он хорош. Следующая разработка. Это дизайн от Миносян Яны. Steam Moto называется. То есть такой вот стиль стимпанк. Мотоцикл здесь. 182 на 212 крестиков. Этот сюжет. В работе используется 13 цветов плюс бленды. Крест, полукрест, бэк, французские узелки. Стоимость 500 рублей. Посмотрите. У Миносян Яны очень хорошие схемы. Я вышивала одну, поэтому буду говорить одну. Ту, которую я вышивала. Она была удобная. Она была продуманная. И вышивать ее было легко. У меня почему-то теперь впечатление, что у Яны все схемы вышивать легко. Может быть это и не так. Но мне кажется, такая тоже интересная разработка. Особенно если у кого-то есть в семье любители мотоциклов. То вообще замечательный будет такой подарок. Следующий сюжет. Это снова фонарик. Но уже совсем другой фонарик. Автор этого дизайна полуэктова Евгения. Называется он хлопковый фонарь. Размер у него 124 на 139 крестиков. Вот привлек мое внимание. Совсем другой, как вы понимаете, фонарь. Но тоже привлек мое внимание. Может быть цветовой гаммы. Может быть то, что здесь и хлопок, и лаванда, наверное. То есть какой-то он очень нежный, красивый. Такой весь мягкий и уютный. По моим ощущениям. Здесь 25 цветов используются в работе. Плюс 3 бленда. Крест, полукрест, бэк, французские узелки. И стоимость этого дизайна 450 рублей. Красивый такой фонарик. Очень симпатичный. Хотя не маленький. В общем-то 124 на 139. Да, не очень маленький. Еще один сюжет с пейзажем. И опять же без каких-то дополнительных объектов. То ли у меня вкусы меняются. Я вообще не могу сказать, что я любитель каких-то конкретных сюжетов. И все. Мне нравятся разные. То есть где-то меня цепляют краски. Где-то меня цепляет сам сюжет. Где-то может быть необычность какая-то. Но вот здесь, как мне кажется, именно сочетание цветов. Сочетание вот этих вот красок. Таких и нежно-зеленых, и розовых. То есть это прям такой жизнерадостный пейзаж. Очень уютный. Не знаю, очень такой жизнеутверждающий какой-то. Автор этого дизайна Ксения Вознесенская. Называется этот дизайн весна. 132 на 176 крестиков это разработка. И здесь используется крест, полукрест и бэкстич. 30 цветов плюс 12 блендов. Ну здесь, в общем-то, отчетливо видно, где используется крест, где полукрест. Полукреста здесь довольно-таки много. В основном он, конечно же, в небе. Да не в основном, а именно в небе. Ну и бэк здесь тоже есть. Тоже, в общем-то, хорошо виден, заметен. Не сказать, что его прям огромное количество, но и сказать, что ему совсем чуть-чуть я тоже не могу. И вышивается он, судя по всему, опять же, в разное количество сложений. Ну, наверное, в одну и две нитки. Это мое предположение. Стоимость этой схемы 500 рублей. Смотрите, какая красота. Далее разработка от Надежды Гавриленковой «Пантера». Тоже потрясло мое воображение эта «Пантера». Даже захотелось вышить. И единственное, наверное, что меня останавливает, что не хочу сейчас вышивать на черной основе. Ну и потом, в принципе, не знаю, куда применить мне эту «Пантеру». Но нравится она мне очень. Прям красавица. Есть еще у Надежды вариант этого дизайна, где «Пантера» изображена на фиолетовом фоне. Но мне на фиолетовом, я бы даже сказала, не нравится. Он нравится на черном, смотрится просто шикарно, здорово, изумительно. И вот все такое. А на фиолетовом как-то не то, в общем. Может быть, потому что это все-таки скрин-схема, не отшив. Может, в отшиве как-то бы, если я увидела, у меня бы другое мнение было. Ну вот, если выбирать из этих двух вариантов, я выбираю исключительно черный. Смотрите, какие здесь яркие глаза. Вот эти вот, знаю, искры вокруг, блики. Что это такое? Усы. То есть она просто потрясающая. И, насколько я вижу, вышивается здесь, вот, по крайней мере, на этом варианте, когда на черной основе. То есть черный цвет не вышивается. Вот видите, вот здесь все пространство не зашитое. А там, где на фиолетовом, там, наверное, зашивается. Я сейчас не вспомню, но предполагаю, что да, не будет, что там фиолетовая «Пантера». Так что здесь, в общем-то, работы на самом деле не так много. Несмотря на то, что дизайн по крестикам, он вроде бы довольно большой, 229 на 150 крестиков. Но, учитывая, что зашивка, ну, совсем-совсем не полная, да, то есть вот здесь пространство остается пустое, за «Пантерой» пустое, и еще в самой «Пантере» многое не зашивается. Мне кажется, в итоге работы получается не так уж и много. Здесь используется крест, полукрест и бэкстич. Ну, крестом вот вышивается все, что касается «Пантеры». Вот здесь немножко это фон, наверное, да, вышивается полукрестом. Ну и бэк, вы видите, то есть шерсть, усики, глаза. Конечно же, это все вышивается с помощью бэкстича. Так, здесь используется 21 цвет плюс 5 блендов. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, так. На первый взгляд не скажешь, что здесь много цветов, но если присмотреться, то да, есть и светлые оттенки, есть более темные оттенки, есть вот эти желто-оранжевые оттенки, какие-то розоватые, сереневатые, то есть тоже разные. Поэтому, конечно же, в итоге набегает 21 цвет плюс еще бленды, и этот дизайн есть в палитре DMC и в палитре PNK. Если кому-то это интересно, 500 рублей стоимость разработки. Шикарная «Пантера», на мой взгляд. Далее дизайн от Немерицкой Светланы. Называется он «Моби Дик». Вот такой симпатичный маяк. Маяков, на самом деле, сейчас очень много. Ну, не знаю, не у каждого, конечно, дизайнера можно найти, но их правда много. То есть дизайнеры разрабатывают большое количество маяков. Помимо тех, которые мы можем купить сразу в наборах, вот можно еще и у авторов поискать. От совсем махоньких, крошечных до больших и очень больших. Но, опять же, несмотря на то, что мне, в принципе, маяки нравятся, далеко не во всех разработках они мне нравятся. Вот это показалось симпатичным. Несмотря на то, что я не очень люблю дизайны, которые в круге, но, наверное, что касается морских каких-то дизайнов, здесь идет ассоциация с иллюминатором. И как-то с кругом я легче мирюсь в таких случаях. То есть, когда это дизайн морской, мне кажется, ну, да, логично, что он может быть вот такой вот в круге. Ну, и здесь мне нравятся еще детали. То есть, мне нравится, что здесь птицы в небе, здесь кит в море. Ну, то есть, и сам тоже маяк. Здесь и цветочки, есть и дерево. Ну, даже вот здесь веревочка, и на ней белье какое-то сушится. То есть, вот именно вот эти детальки мне очень кажутся симпатичными. И, может быть, именно поэтому я выбрала этот маяк, чтобы его показать вам. Вот как-то привлек, опять же, он мое внимание. В работе используется крест, полукрест, бэк, французские узелки. Ну, французские узелки, да, вы видели, их довольно-таки много. Здесь вот цветочки ими вышиваются, здесь тоже цветочки, здесь. То есть, довольно-таки приличное количество французских узелков. Три четверть крестики написано, немного тоже здесь используется. Ну, не будем уж их искать. Далее сюжет от Виктории Ивченко. Такие интересные мельницы. У меня как-то сразу эти мельницы вызывают ассоциации с Дон Кихотом. То есть, какое-то такое средневековье. Вот именно не просто мельницы, а вот именно те самые мельницы. Как-то такое вот у меня к ним отношение. В интересном стиле они сделаны. Вот мне прям понравилось. Как-то смотрится очень здорово. Вышивать я их не буду. Но вот, опять же, решила вам показать. Вдруг кому-то приглянется. За отшивом бы я понаблюдала с большим интересом. Такие номера здесь на мельницах. 1, 3, 7. Интересно, что они все вроде бы в одном стиле, но при этом очень разные все. Так, размер. 137 на 212 крестиков. 42 цвета плюс бленды. Крест. Три четверть крестики. И разноцветный бэкстич. Три четверть крестики. Не знаю, где здесь используются. Ну, разноцветный бэкстич. Да, наверное. Такая вот красота. Стоимость схемы 480 рублей. Я опять вам забыла сказать, по-моему, стоимость вот этой схемы. Этот моби дик 350 рублей стоит. 121 на 121 крестик. Размер этой работы. Ну, а мельницы 480 рублей. Далее я решила показать вам шарик от Хачановой Марины. Как мы все знаем, у нее большое количество различных вот таких шариков, которые есть и с совами. Я вам в прошлый раз показывала. И, ну, в общем, много. И вот этот шарик, это уже, я так понимаю, шар к следующему Новому году, который у нас будет годом крысы. И вот у Марины уже появился шарик к этому Новому году. Так что, если вы планируете вышивать такие шарики, то вот можно уже начинать. Я не скажу, что он мне прям сильно-сильно нравится. Ну, крыски такие вообще животные, что они не всегда и всем нравятся. Ну, довольно милые, довольно симпатичные. И так как многие, я знаю, ждут каких-то определенных дизайнов к Новому году, я решила вам его тоже показать. Стоимость этого шарика написана пока 250 рублей. Я не знаю, когда закончится это пока. Ну, вот, имейте в виду. И на закусочку хочу вам показать еще один дизайн, который очень красивый и очень мне понравился. Но это огромная разработка от Елены Романовой, которая больше известна как Химера. И называется Небо Лондона, этот сюжет. Смотрите, какая красота. Ну, для тех, кто любит большие разработки, любит вышивать монументальные полотна, это для вас. Сюжет очень красивый. На самом деле он есть у Химеры в двух вариантах, в двух размерах. Это большой, 450 на 609 крестиков. Огромный просто. И так называемый маленький, 350 на 470 крестиков. Да, маленький он, конечно, очень-очень условно. В работе используется и там, и там 50 цветов. Но вот в большом варианте почему-то 7 блендов, а в маленьком 6 блендов. Ну, то есть где-то один бленд теряется. Но очень, конечно, красиво. Кстати, даже не так уж много цветов, да, 50 цветов. Это, в общем-то, для такой работы, я бы сказала, что немного. 350 рублей стоимость схемы в любом из вариантов. Вот. Такая красота, которую тоже мне захотелось очень вам показать. И это был последний сюжет на сегодня. Я надеюсь, что я буду все-таки вам почаще показывать разработки от дизайнеров. Потому что, ну, за три месяца прям, во-первых, пересмотреть, вспомнить, что мне где, когда понравилось, это сложно. Во-вторых, когда начинаешь включаться в этот процесс и просматривать, это получается очень затратно по времени. Поэтому, конечно же, мне и самой хотелось бы вот чаще с вами делиться, чтобы можно было вам больше сюжетов показать. Ну, и может быть, чтобы видео было все-таки не таким уж длинным, как сегодня получилось. Но выбирала самое-самое, чем очень хотелось с вами поделиться. Надеюсь, что вам понравилось. Как всегда, буду благодарна вам за комментарии, что вам понравилось, что вам, может быть, не понравилось. Это тоже всегда для меня интересно, когда не совпадают взгляды вот с моими. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Может быть, вы уже для себя что-то присмотрели и захотели вышить. Тоже поделитесь, пожалуйста, мне это будет интересно. Ну, и если видео вам понравилось, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»